В этот день, 13 декабря 1922 года, образовалась Закавказская социалистическая республика. Просуществовала она 14 лет. 13 декабря 1969 года началось строительство Камского автомобильного завода. В этот день, 13 декабря, родились русский поэт и писатель Валерий Брюсов, Николай Духонин – генерал, последний главковерк русской армии, Евгений Катаев, он же Петров – знаменитый писатель, соавтор книг «Золотый теленок и 12 стульев», министр иностранных дел Российской империи Карл Неселероде. Он дольше, чем кто-либо в истории страны занимал этот пост. 19 век начался с Наполеоновских войн, продолжился чередой европейских революций, а в 1850-х годах случилась Крымская война. Роль дипломата в это время была огромной. Он был и переговорщиком, и немного шпионом, и опытным кулуарным политиком. И почти всю первую половину века за внешнюю политику России отвечал один человек – Карл Васильевич Неселероде. Ему уже рождением было уготовано стать дипломатом. Его отцом был немецкий дипломат Вильгельм Неселероде, служивший Австрией, Францией, Пруссией, Голландией. Карл родился, когда отец был русским посланником в Лиссабоне. В 8 лет мальчика записали на русскую службу во флот. Правда, Россию он увидел только в 16 лет. Служба на флоте не задалась. У Неселероде была морская болезнь. А к дипломате он пришел с самым началом 19-го столетия, когда только-только умер император Павел. Карла Васильевича отправили в Вёртемберг с известием о вступлении на престол Александра I. В Германии Неселероде познакомился с Клеменсом фон Меттернихом, будущим министром иностранных дел Австрии и одним из лучших дипломатов эпохи. Карл Васильевич подружился с австрийцем, а тот иногда дружбой пользовался. Считается, что из-за этого Неселероде часто выступал за сближение с Австрией и Пруссией. Неселероде участвовал и в тельзийских переговорах с Наполеоном, и потом отправился посланником в Париж. Это был один из важнейших дипломатических постов тех лет. Там же, кстати, в то время был и Меттерних. Перед войной 1812 года Неселероде вернулся в Петербург. Александр I сделал его своим доверенным лицом. Император доверял мнению дипломата. И так открывалась целая эпоха Неселероде. Он на всех важнейших международных конгрессах. Он один из создателей и апологетов Священного Союза. Многие историки считают, что эти десятилетия – золотая эпоха России. Век ее тотального доминирования на европейской арене. Такого не было раньше, в 18 веке, и не будет в веке 20. В 1822 году Карл Васильевич официально стал министром иностранных дел. Его положение не пошатнулось при новом царе Николай I, который также ценил его таланты. И хотя новый государь считался поначалу франкофоном, Неселерода продолжал держать курс на сближение с Австрией и Пруссией. В 1835 году Карл Васильевич даже, казалось, возродил Священный Союз. Теперь Россия, Австрия и Пруссия обязались помогать друг другу в случае революции и угрозе монархии. Во многом из-за этого Николай и прослыл жандармам всей Европы. В 1849 году Россия отправила войска на подавление революции в Венгрии. Австрийская монархия была под угрозой, но российские войска спасли ее. После этого и Николай I, и его министр записали Австрийскую империю в вечные союзницы. Сразу скажем зря. Карл Васильевич был одним из тех, кто и упор нашел на новую большую и победоносную войну с Турцией. Этому предшествовали длительные переговоры с Англией, которые ни к чему не привели. Но министр иностранных дел считал невозможным объединение Англии и Франции против России для спасения Турции. Он считал, что между европейскими державами есть огромные противоречия по политике на Ближнем Востоке. В результате, когда Россия начала успешную войну против Турции, в 1853 году Англия и Франция объединились, и победоносная русско-турецкая война с возвращением Константинополя превратилась в тяжелую и кровопролитную Крымскую войну. Даже обязанная Россией всем Австрия встала на сторону европейских держав. Провал Крымской войны – самая большая трагедия Карла Васильевича, заодно и в истории России 19 века. Поэтому для еще одного русского императора Александра II он уже не был прежним авторитетом. На послевоенный конгресс в Париже русская делегация отправилась без своего бессменного лидера. Миссель Рода был уже на заслуженном отдыхе. Редактор субтитров А.Семкин